Добрый вечер! Вы смотрите Телемикс Новости в студии Ольга Муравьёва. Сегодня в программе. В гости в Монолит губернатор края посетил образцовое ТСЖ Уссурийска. Молодые специалисты новыми кадрами пополнились в поликлинике города. Ночная прогулка по дороге нерадивого отца разыскивает полиция. Облачно с прояснениями переменную погоду обещают синоптики. Юношеская футбольная лига, противостояние Уссурийска и Владивостока на поле. Краевая спартакиада ветеранов. Удачно тряхнули стариной наши спортсмены. Слава ТСЖ Монолит дошла до губернатора. Образцовый дом по Ленина 122 посетил глава Приморья во время рабочей поездки в Уссурийск. Чем и кем гордиться, девятиэтажка расскажет Ирина Мигунова. Управдом Василий Щелочков проводит экскурсию для губернатора края. ТСЖ Монолит – известный в Уссурийский дом, где ведение хозяйства можно ставить в пример другим. Особенно в части энергосбережения и экономии денег. В прошлом году мы встретились, когда он общался с населением в горизонте. Я там вопрос поднял об энергосбережении и ОДН. Ну и в самом атмосе он обещал приехать. Вот он и сдержал свое слово. Василий Кузьмич на своем доме уже добился значительного снижения ОДН и экономии в год до 5 миллионов. Также использует по уму территорию и даже подвал. Это мы так приспособили подвальчик. Да, Василий Кузьмич выделил нам помещение. Вот у нас там машинка стоит швейная, там у нас глажка. Как бы вот это два помещения здесь. Это вы ребятам туда? Да, да, да. Уже отправляли туда. Активистки ТОСа Юго-Центрального здесь рукодельничают. Отшивают нижнее белье для СВО. Много уже накроили, материалов нам передают. Кто, кто может, сколько может. Вот сейчас нам 10 метров дала администрация. Вот мы начинаем краить. Подвал на Ленина 122 – целый досуговый центр. Здесь несколько зон. Мужская с бильярдным столом, тут же зачет по чемпионату дома. Есть две библиотеки, игровые комнаты на разный возраст, несколько спортивных с тренажерами. И даже оздоровительные массажные кресла для взрослых. Летом здесь прохладно, а зимой тепло. Благодаря Кузьмичу, конечно, он такой упорный, потому что очень много было людей, которые… Зачем это делать? Да что вы тут сауну устроите? Что вы тут это? А потом отсюда не выгонишь, потому что все сюда идут. Какие-то мероприятия сюда, день пожилого человека сюда, Новый год сюда. Олег Кожемяков все осмотрел, пообщался с жильцами, активистами ТОСа, похвалил и сделал подарок. Вам библиотеку, полная разница Владимира Владимировича Арсеньева. В течение пяти лет мы собирались в различных архивах. Сейчас это вот впервые было всего три тома. А сейчас шесть томов, девять книг. Вы молодцы. Давайте, успехов вам. Спасибо. Всего доброго вам. Спасибо. Я люблю вообще читать и люблю изучать Арсеньева. Мы были в Владивостоке, смотрели памятники новые, которые открыты возле музея. Вот. И я с удовольствием, конечно, возьму в этой библиотеке ТОС эту книжку почитать. Хозяйство у Василия Кузьмича немалое. Домком Ленина-122 за счет экономии на учетном оборудовании бережет деньги жильцов, развивает дом, ремонтирует и оснащает. Одних только видеокамер 24. Все под присмотром. С удовольствием делится опытом с другими и верит, что вскоре заработают программы по энергосбережению на государственном уровне или хотя бы на краевом. После такого визита. Ирина Мигунова, Игорь Антонов. Телемикс. Молодые кадры поступили работать в уссурийские больницы и поликлиники. Вместе с врачами пришли медицинские сестры, а также лаборанты. Всего в исследовательский кабинет второй поликлиники за год поступила пятерка выпускников сферы здравоохранения. Виктория Самусь стать врачом в детстве не мечтала. Но все изменилось в старших классах и благодаря классному руководителю Вика определилась со своей специальностью. Она увидела, что у меня есть увлечение к биологии, к химии. И дальше она мне предложила, говорит, если хочешь, можешь поступать в медицинский колледж. И то есть я уже поступила на лабораторное дело, так как мне лабораторное дело более близкое, чем лечебное. Лабораторию поликлиники номер два за этот год пополнили пять молодых специалистов. При этом здесь работать решили двое врачей после высшего учебного заведения, а остальные – выпускники местного колледжа. Один из них – Артур Зверев. Парень легко влился в коллектив, и старшие наставники помогли Артуру освоить современные аппараты для исследований. Я ставлю гормоны щитовидной железы. Вполне это довольно-таки очень информативный анализ для здоровья человека. Это вся эндокринная система, можно сказать. В точности мне помогает довольно-таки новое оборудование, довольно-таки хорошо исправлено, ошибок нету тут же в наборах. Тут есть и контроли, где можно сами себя проверить. В исследовательский кабинет второй поликлиники два специалиста пришли по программе «Земский доктор». Это позволило молодежи получить подъемное и остаться в системе здравоохранения региона. Одна из последних форм поддержки медицинских работников – арендное жилье с правом дальнейшего выкупа по цене ниже рыночной. Благодаря финансовой помощи и грамотным наставникам, «Уссурийск» пополнился новыми врачами, лаборантами и медицинскими сестрами. Наталья Зайцева, Николай Ларченко, Телемикс. Полиция просит помощи. В «Уссурийске» выявлен инцидент с участием маленького ребенка, который в сопровождении взрослого мужчины в темное время суток гулял по проезжей части. Видео попало в социальные сети. Сейчас сотрудники отдела по делам несовершеннолетних устанавливают личности героев ролика. Отчетливо видно, как босой мужчина вступает в конфликт с автомобилистами. В это время маленький ребенок остается без присмотра. И это на оживленном участке дороги. Действия развернулись на Владивостокском шоссе в районе пешеходного перехода. Очевидцев просят обратиться по телефону. 8 924 333 51 62 или 8 4234 32 16 26. Новый тротуар скоро появится возле 10-го дома по Новонекольскому проезду. Строители уже возвели фундамент и установили бордерный камень. Благоустройство территории проверил депутат Думы округа Андрей Подоплелов. Подробности в следующем сюжете. Совсем недавно возле дома по адресу Новонекольский проезд 10 было грунтовое поле, которое постоянно размывали дожди. Теперь здесь полным ходом идет строительство тротуара. Основание будущей пешеходной дорожки готово. Уложен бордюр. И сейчас рабочие приступили к подготовке территории к асфальтированию. У нас большинство людей, мамаши с колясками, дети школьники. Было так, что грязище, что невозможно было выйти. Наконец-то вот сейчас этот вопрос решился. Вот сейчас мы радуемся, что у нас наконец-то будет хороший выход от дома. Помощь жителям дома в благоустройстве территории оказал заместитель председателя городской думы Андрей Подоплелов. Народный избранник также проверил и ход выполнения работ по строительству. Специалисты молодцы администрации, также отдать должное Евгению Евгеньевичу, нашему главе. Но опять же хочу отдать должное, это, как всегда я это говорю, это благодаря активным жителям нашего города. На ним все и держится. Одним лишь тротуаром приведение территории на Новникольском проезде 10 в порядок не обойдется. Планируется также разместить здесь в будущем хоккейную коробку Евгений Михайлов, Игорь Антонов, Телемикс. Православный крест установили и осветили на въезде в Уссурийск. Зимой, во время дорожных работ, религиозный символ повредило спецтехникой. За реставрацию взялись станичники Уссурийского казачьего войска. За событием следил и наш корреспондент. Металлическое основание теперь заметно выше. Верующие жители Уссурийска возвращают на прежнее место у городского въезда главную святыню – православный крест. Зимой, во время дорожных работ, христианский символ повредили техникой. Станичники Уссурийского казачьего войска взялись за его реставрацию и установку. Было сломано основание крепежа. От времени в дереве произошли трещины. Замазали, покрасили водостойким лаком. Я думаю, еще постоит, порадует людей. Казаки показали и поврежденные фрагменты прежнего основания креста и сообщили, что в этом месте православный символ уже не раз разрушали. Я могу привернуть, вот видите, и вот его вот таким вот образом, варварским способом. Ну его спилили. Потому что он устроил. Был прежний крест и, по-моему, года полтора-два на моей памяти, если мне память не изменяет, его тоже тут кто-то сломал. Вот. Это было, да. Тут возмущения, конечно, были у людей и так далее. А это было даже, как бы не соврать, по-моему, уже позднюю осенью, что снег выпал и на фоне белого снега лежал крест. Первый крест опять восстанавливали мы, ну, заказывали в посёлке Черниговке. Там делал мастер его. Это уже второй крест мы стоим. Ждём батюшку сейчас, приедет отец Владимир и проведёт обряд освящения. Во избежание подобных происшествий в будущем на въезде в Уссуриск рядом с крестом планируется построить подъездную площадку, а деревянный символ будет заменён на цельнометаллическую конструкцию. Евгений Михайлов, Алексей Максимов, Телемикс. Впереди короткий рекламный блок. Оставайтесь с нами. Далее вы увидите. Капризы барышней погоды. Облачно с прояснениями на этой неделе. Противостояние на футбольном поле. Юношеская лига собрала игроков региона. Ветераны спорта рули от Уссуриска. Сборная отличилась на краевой спартакиаде. Это вечерний выпуск программы Телемикс новости. Продолжаем. Облачные дни с прояснениями ожидают у сурицев на этой неделе. Высотная ложбина обеспечит в крае незначительные дожди с грозами, которые будут затухать к ночи и возобновляться днём. Дневные температуры подвергнутся колебаниям от 23 до 28 градусов. Но чертутный столбик опустится до отметки плюс 20. Теплее всего будет в четверг, а прохладнее в воскресенье. Воздух обещают умеренно влажным, а вот давление ниже нормы. Вторая половина недели отличится ветренностью. Порывы до 9 метров в секунду. В субботу горожане смогут порадоваться летнему солнцу. А уже в воскресенье на прогулке понадобится зонт. Пасмурно и осадки. Золотых медалисток участниц Молодежного совета при Думе округа поздравили в Уссурийске. На встрече прозвучала песня собственного сочинения. За чаем девушки поделились своими дальнейшими планами. На уютном событии побывала и наша съемочная группа. Трудами и стараниями вымощена дорога к золотой школьной медали. Отличницы Дарья Кайнара и Виталина Ланкова знают об этом не понаслышке. Участниц Молодежного совета при Думе округа поздравили с успешным окончанием учебы в неформальной обстановке. Вы не только прекрасно учились в школе, но вы занимались общественными жителями как школы, так и города. Вы были членами Молодежного совета, вы участвовали в различных аренках и радах, вы участвовали в различных субботниках и во всех массовых мероприятиях города. Огромное вам за это очень спасибо. Кроме учебы и активности в Молодежном совете, Даша закончила с отличием детскую школу искусств. Играет на домре, гитаре, фортепиано и висле. И поступить собирается в Московский музыкальный колледж по классу эстрадно-джазового вокала. Сама пишет песни, а одну из них исполнила прямо и на встрече. Очень надеюсь, что у меня получится поступить туда, куда я хочу. А золотая медаль трудно далась? Самые последние месяцы, да. До этого в целом было не так сложно. За чашкой чая Виталина рассказала о своих успехах и поделилась дальнейшими планами. Исследовательские работы, английский язык, различные конкурсы и верховая езда. Девушка считает, что можно успевать все, было бы желание. Совсем скоро золотая медалистка поступит в институт прокуратуры. При этом не собирается оставлять Молодежный совет при Думе округа. Я всегда училась ради знаний, ради себя. Не было цели только получить пятерку. Была всегда цель вынести полезную информацию с урока, получить необходимые знания для дальнейшего уже обучения. И конкретно целей с начальной школы с золотой медалью ее не было. Ребенок научился за время нахождения в совете коммуницировать, на мой взгляд, с людьми. Она повзрослела. Она на сегодняшний день имеет больше интерес, мне кажется, к нашему обществу, к его проблемам. Девушек наградили благодарственными письмами и почетными грамотами. Подарили цветы и пожелали успеха в дальнейшей учебе. Впереди у девчонок новый этап – студенчество. Полина Мельниченко, Роман Адонин, Телемикс. Матч юношеской футбольной лиги прошел в эти выходные. На поле состоялась принципиальная встреча между Уссурийском и Владивостоком. Страсти кипели нешуточные. Игроки умудрились получить 8 штрафных карточек, в том числе и красную. Чем закончилась схватка, смотрите далее. На поле игроки 2008 года – участники юношеской футбольной лиги. Уссурийский локомотив против Владивостокской школы спортивного резерва «Динамо». С первых минут видно настрой обеих команд на победу. Борьба на каждом участке поля. Бегут, атакуют, накрывают. И на восьмой минуте капитан Тимофей Рогозин забивает гол в гостевые ворота. Первый тайм заканчивается со счетом 1-0. Перед вторым уссурийцы получают установки от тренера и настраиваются на серьезную игру. Через все поле доносятся голоса с живых трибун. Болельщики старательно поддерживают боевой дух локомотива. Второй тайм оказался бедным на голы. Никому не удалось забить мяч ворота соперника. Зато богатым на штрафные карточки. Семь желтых и одна красная. В итоге матч завершился победой хозяев. 1-0. Принципиальная игра между Владивостоком. Поэтому настраивались серьезно. Была активная подготовка. Гол хороший. Команда сегодня боролась до последнего. Много моментов не реализовали. Так же, как и соперник. Но игру выиграли. Давайте так. Все игры, которые мы играем, мы играем в гостях. Даже в усуисте мы играем в гостях. То есть это тоже непросто. На этой неделе это уже третий матч. Возможно, с этим это связано. 22 июля наши ребята встретятся с командой из Благовещенска. Напомним, в июне соперники сыграли в ничью. Счет был 2-2. Локомотив находится на второй строчке турнирной таблицы. Победу привезли уссурийцы с краевой спартакиады ветеранов. Сборная округа обошла 11 соперников в борьбе за медали. Теперь наши земляки будут готовиться ко всероссийскому финалу в сентябре этого года. В спартакиаде среди ветеранских составов вошло 6 видов программы. Легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, комбинированная эстафета. Уссурийцы добились отличных результатов. В пяти видах забирались на вершину пьедестала почета. Серебро в беге у нашей Елены Черниковой. Как всегда, лучший результат показала Антонина Али в настольном теннисе вместе с Владимиром Шмелевым. В пулевой стрельбе золото у Надежды Казанцевой и Сергея Дзыгаря. Лучший результат в шахматах у ссурийской сборной принес Юрий Капустин. Галина Желудкова в этом виде пополнила копилку серебром. Золотом блеснули наши земляки в дарце в общем зачете и в личном. Самым метким оказался Владимир Шмелев. Наша команда получила право представлять Приморский край на Спартакеаде среди пенсионеров России в городе Санкт-Петербург с 25 по 30 сентября. На этом у меня все. Напомню, что все наши материалы вы можете найти на сайте телемикс.тв. Также не забывайте про наш телеграм-канал и социальную сеть ВКонтакте. В студии работала Ольга Муравьева. Приятного вам вечера.